Работники нефтяной и газовой промышленности отметили профессиональный праздник. Сегодня в Ненецком округе осуществляют деятельность около 30 недропользователей. Одна из самых крупных компаний «Лукоил Севернефтегаз». Сегодня в регионе работает около 30 недропользователей. Один из самых крупных компаний «Лукоил Севернефтегаз». Более двух тысяч сотрудников из Ненецкого округа Сыктывкара, Уфы, Перми и других городов трудятся на благо организации. Ежегодно в честь профессионального праздника администрация предприятия поощряет самых достойных работников. За личный вклад в развитие компаний в этом году отметили 10 человек. Среди них Гузель и Сангулова. Молодая девушка стала победителем конкурса «Лучший молодой специалист года» среди сотрудников. А сегодня ей предоставили почетное право занесения портрета на стенд «Лучшие работники». Гузель с детства знала, что станет геологом. «Честно сказать о романтике, я и не понимала, что такое, кто такой геолог. Но за меня мой дедушка сказал, все, ты у нас будущий геолог. Я согласилась. Но после того, как у нас на втором курсе мы поехали в лес с лопатами, с молотком, ты даже и поняла, куда я пошла». «А не пожалела? Вот сейчас не жалеешь о выбранном?» «Сейчас уже не жалею. Мне очень нравится. Не знаете, мне, наверное, больше даже нравится, что у меня мужской коллектив». Кстати, представители мужской половины коллектива также отметили. Украшать почетный стенд у главного здания «Лукойла» будет фотография еще одного молодого и талантливого специалиста Сергея Соболева. «Честно говоря, нет. Так как я уже находился на ске почета, не так давно, буквально позапрошлым году. Не знаю, за какие-то, значит, профессиональные заслуги». Традиционно накануне Дня нефтяника также чествуют и продолжатели династии – детей сотрудников. Более 30 ребятишек сегодня получили дипломы и призы от профсоюзной организации компании. «Я вот люблю заниматься танцами, пением, ну и ходить на кток. Я каждый год стремлюсь хорошо учиться на 4-5». Сегодня в конференц-зале было многолюдно. Поздравить одну из самых значимых организаций пришли представители власти и общественных организаций. Ведь наполняемость бюджета Ненецкого округа напрямую зависит от эффективности нефтегазовой промышленности. «Мы каждый год подписываем соглашение с компанией «Лукойл». Компания производит отчисления на социально-экономическое развитие. В ближайшем будущем мы начнем один очень большой инфраструктурный проект, социальный проект, который, я считаю, необходим нашему округу. Это строительство физкультурно-оздоровительного комплекса, где у нас будут спортивные залы, соответствующие всем стандартам. И также будет еще один бассейн в этом физкультурно-оздоровительном комплексе. И об этом мы договорились с руководством компании «Лукойл». И строительство будет осуществлено на отчисления на социально-экономическое развитие нашего округа. Это вот такой большой масштабный проект». Впереди у компании большие планы строительства новых социальных и культурных объектов. Директор предприятия Игорь Шарапов, подводя итоги празднования, отметил, что компания заботится не только о сотрудниках, но и о каждом жителе региона. Напомню, в регионе обсуждалась тема льготного налогообложения недропользователей. Во время официального визита Игоря Орлова в Нинецкий округ главы двух регионов обсудили вопросы стимулирования инвестиций в сферу нефтедобычи. Для этого администрации округа был разработан пакет налоговых льгот. Он включает пониженные ставки по налогу на имущество и налогу на прибыль. По итогам рабочего совещания льготный налоговый пакет был согласован. Отметим, Архангельская область является одной из заинтересованных сторон в стимулировании инвестиций в нефтедобычу, так как получает 60% налога на прибыль, собираемого на территории Нинецкого округа. Спустя год в Ошивинскую обитель, что под Каргополем, вернули 22 иконы. После похищения полиция искала их по всей стране. Возвращение святынь стало настоящим праздником. В передаче ликов, имеющих огромную историческую и культурную ценность, участвовал Игорь Орлов. Более 50 километров от Каргополя село Ошивинская волость, Богоявленский храм. Именно отсюда в прошлом году украли ценнейшие иконы. Все 22 штуки, часть старинного иконостаса конца 18 века. Сегодня в церкви особенный день. Собрались все жители Ошивинского. Иконы вернулись. Я очень рад, что у меня есть возможность сегодня всем вам сказать эту добрую весть и принять участие в передаче этих удивительных икон, которые позволят восстановить этот иконостас. Я уверен, сегодня, по сути дела, может начаться отчет и восстановление этого удивительного храма, который всем нам нужен. Господь – он благ. Если он что-то допускает, то он знает, что из этого будут благие плоды, благие результаты. И вот результаты того, что когда-то иконы пропали, становится то, что Господь обращает наше внимание на эти иконы, на этот храм. Иконы искали, можно сказать, всем миром. Точнее, всей полиции. Стражи порядка сразу поняли – чудовищная кража – дело рук приезжих. Поэтому к расследованию подключились полицейские из других регионов России. И в начале июля сыщики вышли на след преступников. Ими оказались ранее судимые жители Вологодской области. Ими совершена целая серия краж из церквей, музеев, из частных домовладений, икон и различных предметов старинной утвари. Возвращение икон стало для всего Ашивенска настоящим праздником. Этот день решили отметить еще одним знаменательным событием. Прямо напротив Богоявленского храма открыли этнографический музей под открытым небом. Привет! Добрый путь, музей! Здесь настоящая атмосфера старинной русской деревни. Вот слобода – место первого поселения, вот колодец. Ведро, как и столетия назад, тяжелейшее. Чтобы с ним справиться, нужна недюжинная сила. Не окунуться в атмосферу старины в этом месте просто невозможно. Местные жители, хранители традиций, увлекают туда с головой. И рассчитывают, что музей станет отправной точкой возрождения Ашивенска. Я надеюсь, что наши люди будут лучше жить, будут зарабатывать деньги, привлечение туристов. Люди приедут, поглядят, какая у нас тут красота, какие люди у нас еще есть, традиции, какие сохранились. Гостям праздника собираются продемонстрировать свадебный обряд 18 века. Только вот родители жениха задерживаются. Тамада моментально нашла подходящую кандидатуру. Я отец, да? Да, мужик, поскольку, глядите, какой... Ой, смотрите, у нас уже не хаотят. Ой, родимушка. Не просто сторонними наблюдателями, а непосредственными участниками свадебного обряда смогли стать все собравшиеся. Молодых и зерном посыпали, и шубу в ноги бросали. В доме для гостей традиционный в те времена обед из 12 блюд. На улице – хороводы. А послевременно исполняющий обязанности губернатора рассказал местным жителям о перспективах развития села. Уже есть планы начать в следующем году строить дорогу до Ошивенска. Поддержка области, она просто обязательна. Мы ни в коем случае не от одной из таких деревень, особенно когда есть те люди, на которых можно опереться, не отказываемся. Очень хочется, чтобы помимо тех инфраструктурных решений, которые мы должны делать, дорога, какие-то вопросы восстановления домов, инфраструктуры. Мы, конечно же, должны поддерживать вот этих неравнодушных людей. У нас есть множество инструментов и грантов, и через систему ТОСовского движения. Музей в Ошивенске создан как раз силами ТОСовцев. Проект начали реализовывать два года назад. В 2017-м местные жители планируют завершить строительство всех объектов. Здесь, к примеру, должен появиться рынок для продажи экологически чистых сельхозпродуктов и изделий каргопольских мастеров. За последние три года правительство региона поддержало более 900 подобных проектов. В 2014-2015 годах на эти цели выделено более 33 миллионов рублей. Российские власти не дали разрешения норвежскому судну на прямое прохождение от Шпицбергена до земли Франца Иосифа. В результате запланированная перепись белых медведей в Арктике отменена и перенесена на неопределенный срок из-за отказа российских властей. Об этом сообщила заместитель директора по научной работе Национального парка «Русская Арктика» Мария Гаврила. Представитель нацпарка пояснила, что в своей заявке ученые просили российские власти разрешить норвежскому ледоколу прямое прохождение от норвежского архипелага Шпицбергена до российского архипелага земля Франца Иосифа. Там идет строительство отделения Архангельского морского порта. По словам Гаврила, несмотря на то, что порт до конца не оборудован, российские власти с начала 2015 года дали разрешение трем туристическим судам на прямое прохождение от Шпицбергена до земли Франца Иосифа. Однако экспедиции отказали, а это не позволит ученым объективно оценить ситуацию с популяцией белых медведей в Арктике. Перепись краснокнижных животных должна проводиться раз в пять лет. В последний раз белых медведей пересчитывали в 2004 году. Тогда ученые насчитали порядка трех тысяч особей. За это время популяция хищников могла значительно сократиться, отметила ученый. Морской международный фестиваль, посвященный 70-летию Великой Победы «Россия морская», стартовал 5 марта 2015 года в галерее классической фотографии в Москве. Посетители фестиваля смогли по-новому взглянуть на разнообразие нашей страны, великой морской державы. Фотовыставка-фестиваль – составная часть и стартовое мероприятие ежегодного международного морского фестиваля. С 8 сентября по 18 октября этот проект будет представлен в Архангельской городе морской славы России. Фотовыставка-фестиваль пройдет в историко-архитектурном комплексе «Архангельские гостиные дворы». На выставке в гостиных дворах будут представлены работы самой широкой тематики, но все они связаны мотивом моря. Фотографии посвящены военно-морскому флоту Российской Федерации, истории русского судостроения, научным, экологическим и культурно-просветительским экспедициям, кругосветным плаванием российских кораблей, водным видом спорта, морской фауне и флоре. Кроме того, выставку в Архангельском краеведческом музее дополнят миниатюрные модели маяков.